Не успела появиться новость о том, что рэпер отправляется на лечение в наркологическую клинику, как он дал новый повод заговорить о себе. Оказалось, что во время полета из Эмиратов музыкант стал буянить и был арестован. Подробности инцидента пока неизвестны. Беды не перестают преследовать 40-летнего Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Еще вчера он жаловался, что утопил телефон и лишился средств. Его банковская карта застряла в банкомате. А сегодня появилась информация, что музыкант задержан из-за буйного поведения на борту самолета. Алексей арестован в Эмиратах, где совершал пересадку, следуя рейсам из Таиланда. В экзотической стране артист отдыхал вместе с 9-летним сыном Сэмом. Однако сразу после отъезда наследника в Россию, звездный отец начал вести себя крайне странно. Так, например, он развязал конфликт с известным дзюдоистом, а ныне политиком Дмитрием Носовым прямо в прямом эфире микроблога. Резкие высказывания музыканта навели поклонников на мысль, что тот вновь увлекся запрещенными препаратами. Чтобы спасти Гуфа от очередного срыва, в Пхукет прилетели его сестра и директор. Решено было отправить рэпера на очередной курс лечения в Москву или Израиль. Но очевидно, его госпитализация произойдет не скоро. Сейчас Долматов находится в полиции Абу-Даби. К слову, это не первый раз, когда Долматов задержан в аэропорту. Так, восемь лет назад его сняли с борта в Якутске по подозрению в перевозке наркотиков. Впрочем, из-за пагубного пристрастия страдает не только репутация рэпера, но и личная жизнь. Он признавался, что зависимость стала причиной его расставания с Кёти Топурия. Долгое время певица помогала артисту забыть о запрещенных препаратах. Однако он то и дело подавался искушению. Я перестал писать в тот же день. Через день начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва. Потом она меня спасала и спасла. Было два года нудных отношений. Я лежал на диване. Мы ничего не делали. Никакого прогресса не наблюдалось. Это единственный человек, с которым я видел свое будущее. А потом меня обломали. Мне казалось, что это было взаимно, вспоминал Долматов. Наркотики разрушили и его пятилетний брак с Айзой. Блогер и ведущая много раз спасала возлюбленного от срывов. Но проблема усугублялась и патологической неверностью рэпера. Какое-то время я изменял своей жене. Чуть ли не сразу же после рождения ребенка или даже во время беременности. Это ужасно признавал музыкант. В какой-то момент я просто перестал это скрывать. Я пропадал в стрип-клубах, тусил там по паре дней. Это было уже в порядке.